Слово «мама» всегда ассоциируется с любовью, добротой, лаской. Мама – самый близкий человек, который заботится о детях, несмотря на их возраст, статус, семейное положение. Героини нашего следующего сюжета – две мамы. Одна опытная, а другая только ступившая на этот путь. О сложной и в то же время прекрасной жизни матерей смотрите в материале моих коллег. День у Елены Сарачан начинается с 4 утра. До работы остается пара часов, а она успевает и завтрак приготовить, причем каждому свой. Кто кашки любит по утрам есть, кто бутерброды. А еще детей в школу собрать. Их у нее пятеро, трое из которых уже взрослые и самостоятельные, а двое учатся в школе. Помимо того, что Елена – многодетная мама, она еще и директор Дома культуры Станицы Анастасиевской, режиссер детской цирковой студии. Ее воспитанники – это дети от двух лет и старше. Говорит, работа с детьми – это ее призвание. С детьми на «ты». Вот не знаю, я с самого детства, со школы была пионер-вожатой. У меня это отлично получалось. Вот общий язык, как-то у меня с детьми нахожу. Они приходят, начинают там плакать. Ну, маленькие детки приходят. Все, у нас стимулирование есть, у нас конфетки, кто хорошо занимается. К воспитанникам цирковой студии Елена Петровна относится как к родным. Они, конечно, это чувствуют. Поэтому и занятия ждут с нетерпением. Елена Петровна считает, что это из-за того, что занятия всегда проходят в игровой форме. Все, поехали. Убегаем, убегаем. Все, догоняй. Максика, догоняй. Догоняй, Максика. Догоняй, разворачивайся. Разворачивайся. Догоняй, Максика. После нелегкой, но такой интересной работы Елена Сарачан отправляется домой, где ее ждут любящий муж и дети. Самое главное, что есть у нее в жизни, говорит многодетная мама, это, конечно, ее чадо. Она всегда ложится спать и встает по утрам с мыслями только о детях. Все ли у них в порядке. Даже взрослых своих детей, которые живут отдельно и уже самостоятельные люди, она все еще считает своими милыми малышами. На вопрос, как она все успевает, Елена Сарачан ответила. Самое тяжелое, что в сутках 24 часа. Нелегко связывать работу мамы, скажем так, с работой руководителя. Это совещание, нужно собраться с мыслями. И выглядеть при этом. Еще у меня тренировочная работа с детками, поэтому все совмещаем. Как бы моя профессия все равно связана с детками. Младшая дочь Елены Сарачан, Лолита, рассказала нашей съемочной группе, то, что она знает о своей маме. Моя мама самая хорошая и самая добрая. Она всегда мне помогает. Ороки, мам, да это просто чудо. Везде всегда успеет срок Убраться торт, испечь пирог И с нами выучить урок. Слава мамам дорогим, Говорим всегда мы им. Если в небе туча хмурится, Если снег летит в саду, Я смотрю в окно на улицу И с работы маму жду Пускай узнает ветер и звезды и моря Что лучше всех на свете Мамочка моя А вот Наталья Левина стала мамой всего лишь 8 месяцев назад. Маленький Арсений был очень долгожданным ребенком. В семье Левиных он пока один. Но в планах у молодых родителей пополнение семейства еще одним малышом. Это не описать даже слова. Мне слезы сразу в глазах. Потому что мамой стать нужно каждой женщине, девушке. Это ее призвание, признание. Не знаю, это ее долг, я считаю. И ничего не нужно бояться. Знаете, когда еще мамой не была, Мне так казалось, это трудно, сложно. Вот поменять повседневную жизнь на уход за ребенком. Это все такой маленький. Его постоянно нужно на руках носить, постоянно за ним заботиться. Но это, ну, когда он появляется у тебя на руках, то ты понимаешь, что это смысл жизни. И тебе просто ничего больше не надо. Наталья признается, что опыта в ухаживании за малышом ей не хватало. Но она справлялась только благодаря родным. И в первую очередь своей мамы. Для меня мама, конечно, очень важный человек в жизни. Как и для всех, наверное, мне с ней очень повезло. Как, знаете, как говорится, хорошо, когда папа хороший рядом для ребенка. Ну, когда бабушка хорошая, это еще лучше. То есть она не просто хорошая мать, она хорошая бабушка. И во всем мне помогает. И большой-большой пример для меня. И огромное ей спасибо. Пусть, конечно, будет здорово и долго-долго будет жить. Безусловно, День матери – это один из самых трогательных праздников. Потому что всем из детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. И, как говорится, счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой мамы. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».